В студии Анна Шамбадал и Дмитрий Соловьянов. И этот понедельник мы встречаем вместе с вами. Тема эфира у нас «Дельный день». Хороший день. Да, настоящий «Дельный день». Мы тоже уже все в работе. И для вас очередная мотивирующая цитата. «Желать и ждать на этом далеко не уедешь. Встань и начни следовать за своей мечтой». Автор. Это актер и музыкант Джаред Лето. А вот что делать, если есть желание, есть дело, но нет времени все выполнить в срок. О том, как распланировать свой день так, чтобы все успевалось, обсудим с гостем нас в студии Юлия Кульчицкая, бизнес-консультант. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Юлия, вот мы знаем, что вы встаете очень рано, намного раньше даже, чем мы. Всегда. Всегда, да. Есть такое небольшое поверье, чтобы успеть сделать абсолютно все дела, которые у тебя есть на сегодня, список у нас сейчас у занятых людей очень большой, нужно встать рано. Так ли это? И зависит это как-то от психотипа твоего? Ну, вообще, если не ложиться, то можно еще больше сделать. Правильно, да. Слушайте, мне нравится. Да, на самом деле ничего хорошего в этом нет, и зависит это немножко не от психотипа, это зависит от ваших биологических часов. Существует четыре основных хронотипа, и если вы знаете, к какому вы относитесь, вы подстраиваете свой распорядок дня под свои биологические часы, жить вам становится значительно легче и эффективнее. То есть это нормально кому-то спать ночью, а кому-то не спать? Это нормально абсолютно, это нормально абсолютно, надо главное четко понимать, вам нормально спать ночью, или вам нормально не спать ночью. Я встаю в 4.45, не потому что я такая крутая, потому что мой хронотип называется Лев. А давайте начнем с того, во сколько вы ложитесь тогда? 22.30. Стабильно каждый день? Стабильно каждый день 22.30. И подъемы вот такой ранее. Смотрите, а все-таки есть такой поверье, что ли, стереотип, что с утра самые важные дела нужно делать именно с утра. Это правда или нет? Это тоже зависит очень сильно от человека. Самые важные дела надо делать первыми, потому что на них уходит больше всего времени. Вообще начальникам говорят, лучше сначала поставить задачи подчиненному, а потом заниматься своими делами, потому что пока ты занимаешься своими самыми важными делами, что делает ваш подчиненный? Отдыхаешь. Это верно. То есть вот здесь вот очень важно научиться четко планировать свое время. Например, вот я рекомендую работать время блоками. Это что значит? Это значит, что вы все звонки делаете примерно в одно время. Допустим, там час времени я делаю только звонки. Час времени я только пишу тексты. Час времени я только, не знаю, провожу на встречах. Это один момент. Второй момент, который позволяет не убить наш распорядок дня, это не назначайте больше двух встреч до обеда. Потому что если у вас первая слетела, то у вас полетела вторая и полетел обед. Поэтому старайтесь больше двух встреч до обеда не планировать. То есть это что нужно сделать? Нужно, во-первых, распределить свой график и понять, к какому типу ты относишься, правильно? Есть такая замечательная книжка, называется она «Всегда вовремя». К ней прилагается тест. Там очень четко по тесту вы понимаете, кто, а потом еще там, знаете, так по-умному прилагается инфографика. Что к какому типу в какое время делать. И вот вам все там напишут и расскажут. Юля, ну всегда бывают какие-то исключения. Есть такие дни порой, когда тебе нужно что-то сделать, нужно сделать важные причем дела, а у тебя ленивый день, ты не можешь подняться. Ну, может быть, была какая-то перегрузка у тебя до этого. И вот как себя замотивировать, что сделать, и нужно ли это делать, или нужно все-таки отодвинуть эти дела и дать организму отдохнуть? Сильно зависит от организма. Если у вас действительно накануне были перегрузки такие, что организм просто сказал, я не буду ничего делать, надо дать организму отдохнуть. А если это просто лениво, то вот здесь вот на самом деле, знаете, опять надо дать организму отдохнуть. Но здесь надо вспомнить Владимира Владимировича Маяковского, который говорил гениальную вещь. Он много писал очень мотивирующих всяких вещей, но вы знаете, есть такая у него цитата замечательная сейчас. «Товарищ, помни правило простое. Работаешь сидя, отдыхай стоя». То есть надо встать, пройтись, надо немножко получить физической нагрузки, надо выпить холодной водички, организм настроится на какое-то изменение, ну и дальше можно настраиваться на рабочий лад. Ну, как говорят, смена деятельности, да, она как бы тоже позволяет отдохнуть организмом. Работаешь сидя, отдыхай стоя. Так, Юля, давайте вот так. По-вашему, какой среднестатистический или оптимальный распорядок дня для взрослого человека, для нас вот какой? Вот для вас... Для меня, давайте для меня. Ну, слушайте, у вас распорядок дня не среднестатистический, вы выходите в эфир рано утром, поэтому, соответственно, зная, что у вас накануне эфир, придется лечь слегка пораньше, это раз. С утра настроиться, вам нужен якорек, так называемый, есть такое правило в тайм-менеджменте, называется якорь. То есть вам надо научить мозг под определенные действия включаться. Кому-то чашка кофе, мне, например, чашка кофе, газета, ведомости. У меня, конечно, модел есть. Если я этого не сделала, все. Все. Для кого-то это растяжка, для кого-то это физическая нагрузка. Ну, кстати, физиологи не рекомендуют сильные физические нагрузки по утрам. После этого вам надо добраться до рабочего места, соответственно, спланировать рабочий день. У каждого свой график. Кто-то утром планирует, кто-то вечером. Я предпочитаю вечером, потому что к утру у меня уже в голове, мозг-то сам же работает, это же я сплю. У меня уже простроен план. Соответственно, запланировать дела жесткие. То, что вы... Вот к эфиру вы привязаны, это жесткое дело. Спланировать дела бюджетируемые. Это то, что вы знаете, вот на этом мне понадобится часа два. И между ними запланировать вот эти мелкие дела. Звонки какие-то, да, там, переговоры маленькие, что-то еще такое. Там, маме позвонить, к стоматологу записаться. А вот еще один короткий вопрос, Юля. Скажите, пожалуйста, это нужно сделать систематически? Или вот у нас, например, мы в понедельник и в среду работаем, а во вторник нам можно поспать? Или надо точно так же утром вставать? Вы можете поспать во вторник, если вы... Спасибо. Да, пожалуйста. Вы можете поспать во вторник, но день свой спланировать на вторник все равно придется. А не так, что если я во вторник не работаю, то я ничего не... То я отдыхаю, да. Понятно. Спасибо вам огромное. Каждый раз, когда вы приходите, что-то новое мы узнаем. Напомним, что у нас сегодня в гостях была Юлия Кульчицкая, бизнес-консультант. За что мы и говорим огромное спасибо за ее советы. А чтобы на деловой встрече все успешно разрешилось, вам нужно следить за внешним видом и делать акценты. Мы предлагаем вам вариант стильного украшения, которое понравится вашему начальству в том числе. Давайте посмотрим.